Известно, что Ялта это эпицентр оползней в Крыму. Подробнее поговорим об этой проблеме с нашими коллегами на прямой связи со студией Лилия Виджат. Лилия, доброе утро. Какие причины активизации разрушительных процессов? Коллеги, доброе утро. Одна из причин активизации оползневых процессов у нас на южном берегу Крыма это многочисленные постройки. И сегодня мы пригласили к нам в утро главного инженера проекта Ирина Самотеевна в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, я насколько знаю, сейчас на данный момент выявлено 5 объектов, на которых разрабатывается проектная смертная документация. Да, нами была разработана предпроектная стадия на 5 объектов, которые Суворовская 15, 21, Суворовская 31, Блюхера 40, Речина 4А, 4Б. Управлению ЖКХ выданы нами первый и второй этап предпроектных проработок, в котором указаны размеры финансирования, которые необходимы для того, чтобы воплотить наши проработки в жизнь. То есть сейчас, я так понимаю, дальше вопрос стоит в чем? Это только материалы по архивным данным и наше визуальное наблюдение. То есть для того, чтобы определить весь масштаб вот этой проблемы, надо провести инженерно-геологические изыскания уже в полном комплексе и принять уже проектное решение на базе этих изысканий. Ну, пока таких изысканий еще нет. Это только наши были архивные материалы за прошлые периоды наблюдения. То есть у нас в Ялте вообще есть реестр этих объектов? То есть они как-то регистрируются? Объектов нет. У нас периодически МЧС привлекает администрация города, вот где уже совсем плохо, уже и жители сигналят. Мы выезжаем, там завалилась стена, там обрушился, там активизировался оползень. А вот такого мониторинга по всему городу Ялты, чтобы был составлен реестр и велись наблюдения и отмечались, в какой момент активизируется. Ну, естественно, после ливней у нас февраль, март — это самые сложные такие периоды, когда можно ждать неприятностей наших общих вопросов. Расскажите дальнейшие действия. Вот мы получаем, допустим, финансирование на эти пять объектов. Вот пока сейчас о них говорим, к чему в первую очередь будут приступать. Я так понимаю, там большая проблема с подпорными стенами, потому что на них тоже трещины. Сразу будут силы на них направлены. Что? Есть объекты, где есть нарушения с водоотведением. Это тоже как бы усугубляет ситуацию. Они, их нельзя разделять. Водоотведение — это основная проблема, за которой активизируются наши оползни. И без водоотведения и полного комплекса мероприятий по устранению утечек, как и коммунальных. Потому что найти тоже эти утечки, которые происходят именно в коммунальных сетях, тоже оказывается очень сложной проблемой. Сложно выявить, чьи это коммуникации, потому что им уже лет по 50-60. В советское время они не регистрируют. Это вообще проблема такая почти нерешимая. Просто перекрывается, и тогда сразу находятся собственники. И тогда уже можно с этими утечками бороться. И плюс еще проблема большая, то, что это густо застроенные уже территории. Тоже коммуникации, которые нашими сооружениями сложно. Так как у нас в основном тут уже надо будет решать вопрос. И свайные ростверки могут быть, и анкерные ростверки. То есть это бурение, это такая затратная часть. И не нарушить коммуникации, не нарушить здания рядом и постройки. Это техника зайти сложно в эти стесненные условия. Спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, что прозвучала полезная информация для многих. И мы, как средство массовой информации, еще не раз к этой теме вернемся. Вам слово. Большое спасибо, Лилия. Желаем вам отличного настроения, добрых, безоползневых новостей. Напоминаю, на связи был корреспондент для радиокомпании «Крым» Лилия Веджат. Продолжение следует.